Сумма пяти последовательных целых чисел равна 875. Что это за числа? Давайте я сразу объясню, что такое последовательные числа. 5, 6, 7, 8. Или сумма равна 875. Что это за числа? 171, 172, 173, 173. Так, ваша версия? Надо складывать числа. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5. Это сколько? 15. Петерку пишу и дичьку переношу. Здесь у меня опять семерок. Это сколько? 35 на единице. Это 6. Тройку переношу. Раз, два, три, четыре, пять. Господа, ответ не сошелся. 173, 174, 175, 176 и 177. Так, давайте посмотрим. А, Сергей Ильич, а это не надо проверять. Это 10. 176 и 177 мы завели на 171 и 172. Ну да. Разница 5? Так, так, так. Десять, ну да, держи, проверю. 10, 10 и 5. Здесь будет на 5. Качаться, двойка переносится. Здесь у меня 35 и 2. Здесь семерка. Тройка и 5. Это переносится. Отлично. 5 и 175. Нет, стоп. А откуда вообще взялось 175? Сначала мы 875 взяли, а затем 155 взяли. Откуда оно взялось в принципе? Вы начинаете решать это, представьте себе, что вы не знаете мне ответы. Откуда тогда берется 175? Тогда число ничего нечестно. Берем среднее число. Да. И просто умножаем его на 5. Мы же не знаем, чему равно среднее число. Так, поэтому 875 мы делим на 5. Оно полевому водительству, что оно кончается на 5. Что вам говорил первый человек? Если у нас есть 5 подряд идущих чисел, то можно посмотреть на среднее из них и обозначить его какой-то буквой. Буквой х. Тогда меньшее, это будет х-1, а еще меньшее, х-2. Следующее, х-1 и х-2. Если вы сложите, то обнаружите, что минус 2 и плюс 2, и минус 1 и плюс 1 уничтожаются. И, соответственно, сумма получается равна 5х. Ну, 5х, это 875, значит, х-175, все понятно. Второй человек. Напишем сначала что-нибудь. Ну, здесь вот угадали, сразу взяли 171. Давайте представим себе, что я не угадал. Представим себе, что мы не догадались от числа 171, а, например, взяли число 120. Так, взяли. 120, 121, 122, 123, 124. Сложили. Так, здесь у меня получается 0 в конце. Единичка и 10, это 1. И 1 и 5, это 6. 610. Замечательно. Замечательно. После этого говорим простую мысль. До числа 875 считаем, сколько не хватает. Здесь 5, 6, 265. Замечательно. 7 на 5, 265. Если разделишь на 5, то понятно, что получается 53. И каждому из этих чисел добавляем... А что будет, если не разделиться? А если не разделиться, значит, задача была неправильной. Если не разделилась бы, это означало бы, что просто задача неправильная. Если бы в условии задачи было не 875, а скажем, 876, там, или 877, даже никакое, то у нас действительно бы нас не разделилось, но это бы означало, что просто задача не имеет решения. Эти решения, это было вот что такое. Она сказала, что посмотрим на минимальное число, обозначим его какой-нибудь буквой y. Тогда следующее число, это y плюс 1, следующее, это y плюс 2, y плюс 3 и y плюс 4. И если мы эти числа сложим, то получается понятно, что такое. 5y плюс 1, 2, 3, 4. То есть 5y плюс 10. А когда вы решаете уравнение 5y плюс 10 равняется 875, то очень легко. 10 вычитаете из обеих частей, получается 5y это 865, то есть 865 минус 10. Ну и, соответственно, вы делите, получаете ответ. Ребята, разумеется, все это решение правильное. Мне, конечно, больше всего нравится вот это. Почему? Потому что вы здесь догадались, что называется разумно взять среднее число в качестве неизвестных. Очень хорошо. Ребята, запомните простую вещь. Потому что если мы в этом коллективе начнем выставлять труп-трупы оценки, выяснять, чья идея, то мы просто только этим и будем заниматься. Человек или учится, или получает оценки. Между прочим, это огромный вред, расплатившийся в последнее время в страшном совершенно количестве олимпиад. Я очень хорошо помню, когда мы начинали в 89-м году математический праздник делать, то тогда спорили, нужно ли, внимание, в пятом классе приглашать ученика на математическую олимпиаду. В пятом. Почему? Потому что, ну как же, ему же учиться надо. Какая олимпиада? Какие тут ему баллы ставить? И может, причем надо много лет реально учиться. Вот. Сейчас есть олимпиады и для первого, и для второго. И многие из вас привыкают вот к этому спортивному, к идее, что надо зафиксировать, что эта идея моя. Эта идея не его, а моя. Я решил быстрее. Просто ведь, когда-то вы решили быстрее. Когда-то кто-то решил медленнее. Но, ребята, пока вас волнует, это более важные вещи проходят. Между прочим, вот это вот все время желание спортивного. Я могу, скажу, что, ребята, есть люди, которые думают, что без спортивного подхода вообще в жизни не бывает. Я столкнулся с этим несколько лет назад, когда одна журналистка писала книжку Марии Гесс. Она не математик, она журналист, написала книжку в Оберельмане. Я ей рассказывал, как все это там было. И вдруг я в какой-то момент понял, что она не понимает, что на этих самых сборах на Международную Олимпиаду школьники не грызлись друг с другом. И не кричали, что это я первый, это я там и так далее. Ребята, я, вот честное слово, вот абсолютно честное слово, на Международную Олимпиаду в тот год было 4 человека от нашей страны. Это был 1982 год. И, соответственно, тогда был кризис, у Советского Союза не хватало денег. Вообще команда должна была быть 8 человек от страны, послали 4, потому что вот надо экономить валюту. Замечательно. Все знали, что команда будет 4 человека. И, соответственно, сбор, там 10 или 12, я не помню, сколько там было у участников этих сборов. Задачи. Сегодня задачи решаем, завтра задачи решаем, после завтра задачи решаем. Ну, ребята, абсолютное отсутствие. И в это журналистка не могла поверить. Она убеждала, что да нет, да это все неправда, да не могли, да вы там друг другу, небось, иголки подкладывали. Понимаете, да? И там всякие гадости делали и так далее. Господа, на самом деле любой ученый борется вовсе не с тем, кто сидит рядом с ним, а он борется с задачами. Ну, там есть действительно ученые то с проблемами. И поверьте, это намного интереснее, чем фиксировать, что а вот сейчас там я решил быстрее. Понятно, что в какую-то секунду вы решили быстрее, в какую-то секунду кто-то другой решил быстрее. Спасибо.